Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые наши постоянные зрители! Здравствуйте, уважаемые те, кто смотрит нас впервые! С вами интернет-магазин Happy Things! И сейчас мы вам расскажем о насадке мясорубки Kenwood, которая ставится на миксеры той же марки, конкретно на кухонные машины серии Chef и некоторые другие. Chef Titanium, Chef XL и прочее. И вы эту насадку в разобранном состоянии с аксессуарами видите на ваших экранах. Собственно говоря, сама насадка сама по себе выглядит стандартно. Это корпус насадки из металла, шнеки тоже из металла, ножи опять же из металла, решетка. В комплекте это только одна, что идет в комплекте, а вообще их идет всего три штуки с различными... Ну, короче говоря, на различную величину зернофарша. Соответственно, это вот на маленькое зерно, а есть еще со средним и большими отверстиями. Затем, соответственно, гайка, которая крепит все это внутри мясорубки. Это набор для вот этого вот все, это набор для производства, две насадки на насадку, скажем так, для производства колбас. Это трамбушка, которая, или поршень, короче, ее по-разному называют, которая используется для проталкивания мяса к шнекам. Вот сама трамбушка и крышка. И видите, она внутри полая, и внутри там лежат как раз вот эти вот все приспособы для изготовления колбас. И, наконец, вот эта вот воронка, в которую кладется фарш и затем придвигается, еще ее называют лоток, в инструкции ее называют лоток, мы ее называем воронка. По ней фарш, соответственно, в нее можно положить сразу много, простите, не фарш, а мясо. Много положить мяса, а затем уже придвигать его к отверстию и перемалывать его. И эта емкость, которая двоякое назначение выполняет, она может служить как крышкой воронки, крышкой лотка, так и приемной емкостью для уже готового фарша. Соответственно, тут двойное назначение, и служить она может и тому, и другому. Давайте теперь посмотрим, как собирается насадка мясорубка воедино. Сперва начнем вот с этих вот приспособлений, уберем их в поршень. Это делается очень просто. Так вот. Так вот. И сверху. Теперь убираем их. Убираем их вот так вот сюда все. И сверху закрываем крышкой. Так, то есть поршень мы собрали. Теперь мясорубка. Здесь тоже все. Очень просто, интуитивно, понятно. Шнеки, ножи. Решетка. И сверху гайка. Все. Собрали. Теперь давайте посмотрим, как это все выглядит на самом миксере. Для иллюстрации работы мясорубки у нас есть вот этот красавец Kenwood Chef Titanium. Мощность его 1500 ватт. Объем чаши 4,6 литра. Многие из вас, наши уважаемые зрители, видели его обзор на нашем канале. Если кто не видел, рекомендуем посмотреть. Тем более сейчас мы не будем об этом миксере говорить. Он будет чисто статистом при демонстрации работы мясорубки. Так, снимаем заглушку фронтального низкоскоростного гнезда мощного. И далее ставим мясорубку. Вот так вот она ставится, поворачивается против часовой стрелки. Там есть пазы, в который она заходит, крепление. И, соответственно, закрепляется. Сверху ставим лоток. Тоже ставится он очень легко. И включаем. Вот. Как мы видим, заработала мясорубка. Здесь у нас, предположим, наше воображаемое мясо, которое мы хотим превратить в фарш. Берем трамбушку. Подпихиваем это воображаемое мясо к загрузочному каналу. Затем туда, туда проталкиваем. И получаем воображаемый фарш, который выходит вот отсюда. Вот как видно, что там вращаются ножи внутри. И наш воображаемый фарш падает в лоток, который мы специально заводя подставили. Вот такая вот насадка-мясорубка Kenwood. Ее можно купить в нашем интернет-магазине Happy Thanks. Как и многие другие насадки к миксерам Kenwood. Как и не только насадки к миксерам Kenwood. И не только к Kenwood. И не только к миксерам. У нас вообще можно купить много всего. Поэтому заходите на наш сайт. И, разумеется, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Если вам что-то не понравилось, ну пожалуйста, пишите, что именно вам не понравилось. Конструктивную критику мы приемлем и даже приветствуем. Потому что она нам помогает наше видео сделать лучше. Потому что мы работаем для вас. А на сегодня все. С вами был интернет-магазин Happy Saints. До свидания и до новых встреч. Всего доброго.